Да, я слежу за вашим твиттером. Вот такое заявление, что мы должны жить по законам стаи. Вот было в одном из твиттеров. Я так сказал? Ну, вам это приписывается. Нет, нет, нет. Там имелось в виду то, что люди... Мы все одиноки, очень. Это правда. Давайте не будем это сейчас говорить. Нет, мы все... Человек приходит в этот мир одиноким и уходит там. И вся эта наша бравада о том, что мы такие все... Мы вместе, есть кому подать стакан воды в час знаменный. Но мы все-таки должны держаться... Вот птицы, они, когда летят на юг, они летят в стаи. Да, вот это вот, как бы, вот таким... Ну да. И каждый поочередно уступает место другому, чтобы отдыхать во время полета. То же самое наша жизнь. Мы все равно должны научиться друг друга поддерживать. Это очень сложно. Это практически иногда невозможно. Но все-таки это нужно. Потому что в минуты такого отчаяния... Я очень знаю многих людей, которые в ситуации одиночества, болезни, несчастья, оказываются один на один. И в этой ситуации нужно постараться помочь. Вот, например, то, что я не перестаю восхищаться... Иди-ка, иди сюда. Ну, вы будете вот в таком виде все... Я в белом. А, вы подготовились, да? В отличие. Конечно. Вот, например, то, что... На самом деле это чудо. То, что сделала Чултан Хаматова с центром для детей. Да. Рядом другая больница, в которой я тоже ездил. И там другие условия. Совершенно другая жизнь. И другие несчастья. И другие беды, связанные с теми людьми, которые совершают чудеса каждый день. Это врачи. Потому что это гениальная профессия. В руках этих людей находится Божий промысел. Понимаете? Они каждый день сотворяют чудо. Возвращая надежду, возвращая жизнь. И рядом сотворено еще одно чудо. Чудо вот это вот больница, в которой человек себя чувствует не умирающим, как в хосписе. Понимаете? Когда ребенок, особенно, который попадает в мир совершенно жестокой болезни. А когда он попадает в мир, где все для того, чтобы ты выздоровеешь. Все будет очень хорошо. И я поэтому преклоняюсь перед этим уникальным человеком, как Чултан Хаматова, и Дину Корзу. И перед этим центром, и перед людьми, которые занимаются. Я со многими знаком. И это тоже одно из чудес. Понимаете? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. Having a program of the Directors. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. Продолжение следует...